Поздравляем с Днём Учителя! День первокурсника, день второй. Торжественная церемония для аспирантов. Студентка КПУ способствует обучению школьников. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. День Учителя — это всемирный профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России он традиционно отмечается 5 октября. Это событие — хороший повод, чтобы поблагодарить педагогов за их непростой труд — обучение и помощь в воспитании детей. Об истории этого праздника расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. День Учителя — международный праздник. В России, как и в большинстве стран, он отмечается 5 октября. Всемирным этот профессиональный праздник стал лишь в 1994 году по решению ЮНЕСКО. До этого в Советском Союзе педагогов поздравляли в первое воскресенье октября. 5 октября для празднования Дня Учителя выбрали не случайно. В этот день в Париже приняли первый документ, который определял условия труда преподавателей. Праздник начали отмечать в СССР задолго до указа ЮНЕСКО. Действительно, традиция поздравлять учителей в советских школах появилась еще в 1965 году. Но дата праздника была плавающей. А в 1994 году президент России Борис Ельцин перенес День Учителя на 5 октября. Согласно плану ЮНЕСКО, этот праздник призван привлекать общественное внимание во всем мире. К значимости роли учителей и их вкладу в обучение детей. Более 100 стран отозвались на предложение и начали отмечать День Учителя. 5 октября не случайно была выбрана. Дело в том, что 5 октября как раз и был принят документ о статусе учителя ЮНЕСКО. И была 5 октября проведена соответствующая конференция международная, посвященная этому документу. И поэтому 5 октября не случайно, что именно вот этот день День Учителя. Свой профессиональный праздник учителя обычно проводят на работе. Ученики в этот день поздравляют своих наставников, говорят им теплые слова благодарности и делают подарки. Во многих школах закрепились свои традиции, связанные с Днем Учителя. Часто проводятся торжественные мероприятия и праздничные концерты, подготовленные самими учениками. А в некоторых учебных заведениях устраивают дни самоуправления, где старшеклассники могут попробовать себя в роли преподавателя и провести уроки для малышей. В День Учителя также принято награждать педагогов, которые достигли выдающихся успехов в своей работе. Именно в этот день подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года». Он проводится с 1992 года Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и Учительской газетой. Кроме того, каждый учитель в этот день имеет прекрасную возможность почувствовать себя особенно важным и значимым в жизни каждого школьника. В 1994 году уже было принято тем же ЮНЕСКО, то есть международной организацией, которая курирует вопрос образования, воспитания и прочие науки, культуры. Эта организация приняла решение в честь принятия этого документа о статусе учителя ввести и Всемирный День Учителя. И вот с 1994 года был введен Всемирный День Учителя как 5 октября каждого года. Стоит также отметить, что 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Это сделано в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Кроме того, именно 2023 год двухсотлетия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Праздник 5 октября посвящаются всем работникам образовательной сферы, но в первую очередь школьным учителям. Этот день призван напомнить о необходимости поддерживать педагогов по всему миру, ведь их труд очень ценен и непрост. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Студентка второго курса Института психологии и образования Казанского Федерального университета стала победительностью Международного научно-исследовательского конкурса «Современные достижения молодых исследователей». Александра Таирова совместно с научным руководителем Лерой Камаловой разработали уникальный проект, который позволит улучшить грамотность школьников младших классов и повысить интерес к литературе у всего населения. Не так давно завершился Международный научно-исследовательский конкурс «Современные достижения молодых исследователей», в котором приняла участие студентка Института психологии и образования Казанского Федерального университета Александра Таирова. На сегодняшний день проблема грамотности и интереса к чтению у населения остается актуальной, поэтому важно, чтобы подобные методики реализовывались как можно лучше. Работа над проектом началась еще в 2022 году. Александра совместно с научным руководителем, доцентром кафедры начального образования КФУ Лерой Камаловой изучала научную литературу и наблюдала за школьниками младших классов на уроках. Это позволило разработать свою уникальную систему и модель обучения чтению, которая в будущем позволит улучшить грамотность школьников и повысить интерес у всего населения к литературе. Сейчас младшие школьники, они не хотят читать. Даже если они читают, то они как вскользь это делают. Мы как бы хотим их приобщить к чтению, чтобы они вчитывались в каждую строчку, чтобы понимали смысл прочитанного и потом уже рассказывали. Первый этап разработки тренажеров заключался в изучении работ известных методистов прошлого и настоящего. Главной задачей был не просто анализ уже существующих подходов для облегчения понимания литературных произведений, но и правильная расстановка приоритетов в исследованиях российских ученых. На втором этапе Александра вместе с научным руководителем перешли к практическим методам исследования, таким как наблюдение за младшеклассниками на уроках в начальной школе, оценка интересов современных школьников, выявление причин низкой мотивации к чтению и неумение понимать прочитанное. Интерактивные тренажеры позволят глубже изучать материал. В них будут входить вопросы, касающиеся тематики произведений, идеи, главных героев, их поступков и авторской позиции. Третьим и самым важным этапом стало создание своей системы – модели обучения чтению. Работа у нас началась в прошлом году, когда мы изучали курс детской литературы, и как раз возник вопрос, а как приобщить детей к чтению, и как сделать так, чтобы чтение было продуктивным. И поскольку эти вопросы рассматриваются на третьем курсе, когда уже студенты изучают методику обучения литературному чтению, мы стали немного раньше рассматривать эти вопросы с ней. И сначала у нас было теоретическое изучение работ известных методистов прошлого и настоящего, а потом уже решили, что это должно вылиться в какой-то практикоориентированный проект. Результатом научной работы модель формирования функциональности грамотности младших школьников станет интерактивный тренажер, который будет размещен на сервисе онлайн-тестпад. Сейчас Александра с научным руководителем Лерой Камаловой дорабатывают блоки тестирования и уже скоро будут готовы представить его на научной конференции. В дальнейшем тест станет эффективным методом для более глубокого и осознанного понимания литературы, а также поспособствует повышению интереса к чтению. Кристина Осёкина, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. 5 октября в Императорском зале Казанского Федерального университета прошла встреча первого проректора, проректор по научной деятельности Дмитрия Таюрского с аспирантами первого года обучения и выпускниками аспирантуры. Начало и логичный конец образовательного пути. Что об этом думают сами молодые ученые? 5 октября в Императорском зале Казанского Федерального университета прошла торжественная встреча с аспирантами первого года обучения. Перед молодыми исследователями открывается новая дорога, которую они выбрали самостоятельно. Аспирантура – ступень образования, по окончанию которой можно стать кандидатом наук. Еще совсем недавно все они были рядовыми, но амбициозными студентами. Теперь на их плечи ложится большая ответственность за свое будущее. С торжественной речью выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского Федерального университета Дмитрий Таюрский, который поздравил молодых аспирантов с их профессиональным выбором и пожелал успехов в дальнейшем написании диссертации. Мы открываем программу обучения по аспирантуре. Сегодня здесь присутствуют те, кто в этом году поступил на обучение в аспирантуру Казанского Федерального университета. В Казанском университете обучение ведется по 108 научных специальностям. Это очень большое количество, которое затронет практически все области знания. И вы стали частью большого научного коллектива. Я когда изначально поступала на химический институт, я уже думала о том, что буду заниматься наукой. Но я сомневалась в направлении, и на третьем курсе я определилась, что буду заниматься органической химией. И дальше у меня уже не вставало вопросов об аспирантуре. И я четко решила, что точно стану аспирантом. Что и случилось после окончания специалитета. Подала документы, сдала экзамены, и вот я здесь. Для аспирантов в Казанском федеральном университете создаются все условия для их качественного образования. Во время учебы большое внимание отдают именно развитию профессиональных навыков. Появится новый круг общения с экспертами и мастерами своего дела. Пожелал успехов в учебе и директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Сейчас у вас должна быть мечта, чтобы быстренько отработать свою первую профессиональную работу защищать. Но чем быстрее вы начнете кандидат в кандидат в кандидат, тем быстрее вы можете выйти на допуск в кандидат. Более того, работая на кандидат, вы можете сделать огромный задел уже в своей будущей допуске. Ну и наконец, вы это те, кто будет потом преподавать, кто будет нести славу Казанского федерального университета. Далее в императорском зале Казанского федерального университета прошло и вручение дипломов об окончании образования аспирантам-выпускникам. Первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский поздравил аспирантов с окончанием учебы и отметил, что вузу нужны такие квалифицированные специалисты. Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский акцентировал внимание выпускников на ответственность по отношению к будущей научной деятельности. В аспирантуру я давно на самом деле хотел поступить, еще, получается, будучи студентом, успешно поступил, отучился, защитился. На год раньше, получается, до окончания аспирантуры устроился преподавателем на кафедру, поэтому аспирантура очень многое дала. Казанский федеральный университет готовит специалистов разных направлений. Выпускники используют все полученные знания для достижения карьерных высот, работают в престижных научных и образовательных организациях. Николай Асаховский, Александр Кузнецов, Универньюс. Прошел уже второй по счету концертный вечер в рамках молодежного фестиваля «День первокурсника» Казанского федерального университета. О том, какие номера показывали институты и в чем их особенность, в сюжете. Казанского федерального университета «День первокурсника» продолжается уже второй день. На этот раз свои программы представили Институт химии и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В Большом зале культурно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» ребята собрали аншлаг и впечатлили зрителей своей хореографией и театральными способностями. Первокурсники начали репетиции в начале сентября и сейчас показали отточенные до блеска номера. Слово любви за рассветом, близится вечное лето, ночь до зари ты в душе, береги свою птицу и дай ей развиться. Первыми выступили студенты химического института имени Александра Михайловича Бутлерова. В основу программы выступления легла идея того, как электричество тесно связано с нашей жизнью. И в дополнение к этому химики добавили философский подтекст в номера. Творческие коллективы провели параллель между любовной историей девушки с молодым человеком и электрическим напряжением. Каждая сюжетная сцена была связана с физическими законами, и ребята из Института химии мастерски завуалировали любовь и электрическое напряжение. Театральный коллектив «Накануне» с названием «Состоящим из химических элементов» исполнил пантомимом, где актеры смогли передать ток между возлюбленной парой. Одноименно заряженные тела отталкиваются, а разноименно заряженные притягиваются. В процессе перемещения зарядов электрическое поле в проводнике исчезает. Вторыми в очереди на сцену вышли студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Они решили сделать за главной темой космос. Сюжет их истории завязывается на борту космического корабля, где главным героям предстояло столкнуться с приключениями, ведь их главная цель – добраться до Марса. В декорации были включены мультимедийные проекции, а костюмы пестрили блестками. Помимо сцены и работы на ней выступающих, за кулисами активно участвовали в процессе администраторы коллективов. Они моментально дорабатывали костюмы и помогали выступающим переодеться или, например, держали воду на готове, поскольку в зале было жарко. Вокальный ансамбль «Эйфория» исполнил песню «Прощай, земля». А театральный коллектив «Слово» отыграл этюд, в котором произошло настоящее сражение инопланетян с людьми. А теперь можно я доем свой тортик? Возможно, свой последний тортик. И чем же ты ему так насолил? Я выиграл его в карты. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» проводится в Большом зале КСК КФУ «Уникс» каждый день до 13 октября. Начало в 17.30. А для тех, кто не смог посетить концерт «Дживую», специально ведется прямая трансляция. Ее запись можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Универ ТВ». На третий день, 5 октября, выступит Институт математики и механики, а также Институт фундаментальной медицины и биологии. Валерия Карташова, «Универ Ньюз». На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok